Всем привет, друзья, с вами Беркли, и сегодня мы установим с вами очень интересный мод, нашу GTA-шку, мод на баскетбол. Это такая небольшая мини-игра, которая будет работать в нашей GTA. Честно сказать, я еще когда играл в GTA San Andreas, там была такая небольшая мини-игра, что можно было бросать мячик в кольцо, и мне она очень понравилась. Я ждал GTA V, и я думаю, что даже в GTA V добавят такую мини-игру. Но, к сожалению, в GTA V не добавили такую игру, а добавили только гольф и другие такие небольшие мини-игры. Но хорошо, что есть такой сайт, как Rugged опять Moz, и там я буквально-таки недавно наткнулся на этот мод, мод на баскетбол, который я покажу вам сегодня, как установить его. Мод очень интересный, и сам выполнен очень качественно. Здесь вы можете играть самостоятельно, или даже играть соревноваться с командой. Этот мод не даст вам заскучать в обычной сюжетке. Давайте его для начала установим, покажу вам, как его установить, и позже перейдем к обзору. Также я оставляю там коды в описании, так что можете сразу перейти к обзору, если вам не интересна установка. Ну и для того, чтобы установить этот мод, вам понадобится скачать сам мод Basketball Mod. Загружаем его с этого сайта, как видите, здесь есть картинки, то есть все, можете посмотреть себе, как он выглядит. В дальнейшем он тоже будет обновляться, и добавляются там новые функции. Также я буду скачивать еще NBA Jersey Megapack, то есть этот мод добавит нам одежду. Меня интересует именно эта футболка, но если вам не нужна футболка, так что вы можете это не скачивать, но я скачаю, пожалуй. Также нам понадобится для установки этого мода OpenIV программа и Script Hook, Script Hook 5 и Script Hook 5.net. Тоже последние версии скачайте себе. Все мы файлы скачали, переходим к установке, нажимаем показать папки, и открываем корневую папку из нашей GTA, где у нас находится ярлык. Я показывать буду на примере Steam, но Steam, Epic Games и другие игры, то есть это все одинаковая такая же самая установка. Открываете GTA, там где находится у вас ярлык вашей гиташки, и сюда закидываете сначала Script Hook 5.net. Эти все файлы берете, перебрасываете их сюда. Я заменил их, потому что они у меня уже есть. Потом откройте Script Hook 5 этот, BIN откройте, 1.8.dll закиньте, и Script Hook 5.dll тоже сюда, где ярлык закиньте. Также откройте Basketball GTA 5, Basketball GTA вот это вот, и скиньте сюда еще, где ярлык, этот файл оси, который самый верхний этот, перебросьте его туда, где ярлык. И еще с этого архива распакуйте этот худ, то есть UserDack, который мы установим сейчас с помощью OpenIV. И закройте. Этот архив вы можете удалить, а также Script Hook, удаляете их. Осталось установить вот этот худ, и собственно говоря программу OpenIV. Запускайте OpenIV, русский, продолжаете, принимаете все условия, соглашаетесь, скачиваете 19-мой байт файла. Наша программа устанавливается, после чего появится ярлык на рабочем столе, и закройте. Запускаете ее. Далее нажимаете здесь Windows, и указываете путь к вашей GTA, где у вас находится ваша Grand Theft Auto. Вот она, и выбор папки. И продолжить. Еще раз продолжить. Далее нажмите здесь редактирование, и нажмите да. Перейдите инструменты, оси менеджер, и здесь нажмите все установлено. Если что-то не установлено, нажмите установить, иначе мод работать не будет. И закройте. Потом перейдите по следующему пути, установите этот файл UTD. Заходите в Update, Update RPF. Потом нажимаете показать или копировать папку mods. И вас перебрасывает в такую папку mods. Заходите дальше. x64, текстуры. И здесь открываете скрипт, textd, rpf этот файл. Обязательно включайте редактирование, иначе вы не сможете его открыть. И сюда закиньте просто этот баскетбал UTD. Копируйте его сюда. И в принципе почти все. То есть наш мод мы установили. Осталось установить саму футболку NBA. Мне нужна футболка, то есть Chicago Bulls. Вот это вот именно, я ее устанавливаю, то есть красную эту. Опять-таки, если вам не нужна футболка, вы можете пропустить этот шаг. То есть для того, чтобы ее установить, зайдите в x64v rpf. Потом нажмите показать или копировать папку mods. Потом models, cdmh. Dream Pets Players RPF ищите здесь. Потом заходите в Pair Zero. То есть это Franklin здесь находится, одежда Франклина. И сюда закиньте эти два файла, которые у нас тут. Копировали их. И все, и закройте. И это все можете удалить. И наш мод успешно установлен. Запускаем нашу GTA. Итак, ребята, вот и запустилась наша GTA. И для того, чтобы запустить сам мод, просто нажмите клавишу F8 на клавиатуре. Если у вас есть меню трейнер, конечно же, у вас запустится он вместе с ним. Я покажу вам сейчас, как поменять эту клавишу. Просто зайдите стрелками управления. Зайдите здесь Zetting. Вот. И здесь перейдите в меню Hotkey. Нажмите, допустим, F7. И теперь нажмите F8, чтобы выключить сам трейнер. И таким образом они не будут у вас конфликтовать. И как вы уже поняли, наш мод успешно загрузился, запустился и установился. Теперь нажмите F7, как бы, то есть на который мы поменялись с вами. И давайте пройдемся по основным таким настройкам. Видите, мод работает очень круто. Здесь есть даже картинки такие. Перейдем для начала в настройки. И здесь у нас, смотрите. Zetting Page. То есть одна страница и вторая страница загрузки. Lineup Style. То есть как вы будете бросать, допустим, этот мячик. То есть здесь различные такие стили. Ходьбы там с мячом и тому подобное. Мне нравится вот этот вот первый. Бежать и бросать. Потом Shot Style. То есть, допустим, издалека, если вы хотите бросить что-то. То есть правая кнопка мышки за это отвечает. Ну мне, то есть здесь написано All Shots. Мне нравится, допустим, я вот этот вот выберу себе. Или вот, нет, вот этот все-таки. Two Shots. Two Headers Only. Dribble Animations. Я не знаю, что это значит, честно говоря. Dribble Animations. Скорее всего, это еще не работает. Ну потом посмотрим, когда будем уже играть. NPC Score at His Side. Ну там, короче, как будут отображаться, как бы, ваши очки, которые вы набиваете там. И вторая страница загрузки. Это вот здесь Front Code Enabled. И Stats Displayed. Ну, статистика. Там вот сверху здесь. Если вам нравится такое, то можете себе ее включить. И Contrutes. Это уже на PlayStation. Видите, у нас тут. И есть на мышку также. На мышку там стрелять, вот как обычно. То есть управление здесь только мышкой. И по настройкам у нас все. Что хотелось вам еще показать. Ну, давайте вот здесь Courts. То есть выбрать поле, на котором вы будете играть. То есть я управляю сейчас стрелками. Выбор Enter. Веспуччи Beach. Chamberlain Hills. Вот разные есть места. Видите, сколько баскетбольных полей. Насчет вот этого. Что вот это вот такое. Вот. Смотрите, я выбрал его. То есть вы можете себе кастомный создать. Если хотите, допустим... Ну, давайте у дома Франклина поиграть. Вот, смотрите. Допустим, Франклин себе поставил здесь. Такое небольшое кольцо. Вот сейчас берете вот так вот. Чтобы нормально было. Смотрелось. Так, сейчас. Смотрите. Допустим, Франклин себе возит дома. Где-то кольцо баскетбольное. Дом какой-то купил. Поставил себе баскетбольное кольцо. Тема этот мод и очень крутой, ребята. Ну, здесь так себе, конечно. Хотя я его как-то... Вот тут. Тут я его поставлю. Да. В принципе, нормально. И просто нажимаете Backspace. Это клавиша вверху над Enter. И оно у вас создастся так. Нажмите всем, чтобы потом выключить мод. И такое себе кольцо вы создали. Теперь вы можете себе играть у дома Франклина. То есть, допустим, он себе купил это кольцо и играет себе там в баскетбол. Но это не суть. То есть, гораздо интереснее играть с командой. Что вам я сейчас вам и покажу. Хотя давайте и покажу вам, как играть, допустим, с этим кольцом. Просто здесь, где Teams, выбираете Solo. То есть, нужно Teams и Solo, чтобы у вас здесь стояло. И просто Play нажимаете потом. Когда выбрали Chords и Play, потом нажали себе. И вот так вот можете себе... Смотрите, ребята. Играть, играть, играть. Играем, играем. Так, а ну-ка, ну-ка, сейчас. А ну-ка, получай. Есть. Забили. Два очка, как бы, засчиталось нам. Вот, играем, 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 играем. Так вот можете бросить, да? Четыре уже. Видите, ребята, какой крутой мод. Очень мне понравился этот мод. Я постоянно, наверное, с ним буду играть. Крутой такой мод. Спасибо разработчику за этот мод, конечно же. Вот, за такую большую работу, что он сделал. Вот, смотрите, еще поиграем здесь вот так вот. Ну-ка, получай. Если удерживать эту правую кнопку мышки, то есть я бросаю... Ну, управление здесь, как обычно. То есть W, S, D, A. И стрелять, то есть бросать, вернее, этот мячик. То есть правую кнопку мышки удерживать, и он вот так вот прыгает. Смотрите, вот так правую кнопку мышки удержал. Если хотите бросить откуда-то издалека, просто отойдите вот так. И нажмите левую кнопку мышки, и он вот так вот бросит. Вот, как видите, он довольно-таки хорошо играет баскетбол. И, конечно же, чтобы закончить эту игру, допустим, если вам не нравится, вы хотите поиграть с командой, просто F7 нажмите, и здесь Stop Now. То есть Enter нажали, и все. Давайте теперь покажу вам, как поиграть с командой. Поиграем 5 на 5 сейчас. Courts выбираете себе, и ставите, допустим, стадион. Ну, давайте куда-то... Вот здесь вот Chamberlain Hills какой-то, да? Это гетто где-то там, где гейнгстеры эти все. Все, выбрали это. Теперь переходите в Teams. И здесь, где у нас соло написано, просто ставите... Можете один против одного поставить, Франкен против кого-то, или 5 на 5 сейчас я поставлю себе. NPC спаун, то есть рандом. Ну, пусть будет рандомно, да, вот, потому что здесь больше ничего нету такого. Your Name Team Chicago Bulls, то есть то, что я себе и установил. Футболку такую, Chicago Bulls. И NPC Team Los Angeles Lakers. Тоже двумя-таки популярная эта команда, которая есть в Америке. И просто нажимаете потом себе Play Now. Нажали Play Now. И F7, чтобы выключить эту меню. Играем, играем, ребята. Прошла, пошла, пошла, пошла. Сейчас, где наши ворота? Вот, смотрите, вот. Играем, забиваем. Гол. Есть. Так, а ну-ка, ну наши как бы клонировались, то есть у нас 5 франклинов. Ничего себе, они уже забили один гол. Два гола даже. Ну, мне надо отыграться сейчас. По-любому мне надо сейчас отыграться. Ну-ка, ну-ка. Побежали, побежали, ребята. А ну-ка, бросаем, есть. F7, сейчас нужно их выиграть. Так, а ну-ка, отдай, отдай, отдай. Есть, ребята. F7, F7. Так, я сейчас немножко отойду. Чтобы их запутать. И вот так вот обводим их. И есть. 9-7. Видите, ребята, какой крутой мод все-таки. Анимация есть. То есть все нормально работает. Так вот беру и... Конечно же бросаю вот туда. Все бросил. Вот. Сейчас они там поиграют. Я сейчас отдохну немного. Пусть отыграются. Ну вот наш клон Франклина забил гол еще один. Вот. Посмотрим, как они будут играть. То есть видите, НПС у нас довольно-таки умные попались. Нету такого, чтобы они где-то там зависли. Там что-то происходило такое. Какая-то дичь. Видите, они нормально играют. Еще забивают гол. Сейчас уже догоняют нас. Франклин ведет. Я перехватил. Сейчас забил. А ну-ка, есть. 15.9. Я, конечно же, ждал этот мод, что его добавлят как бы стандартно в GTA-шку. И наконец-то вышел такой мод на баскетбол, что можно себе поиграть. Потому что как бы есть, видите, вот баскетбольные поля вот в самой GTA-шке. Но, к сожалению, нельзя поиграть тут. Нету такого, как когда-то, я помню, GTA San Andreas с райдером играли. Была такая небольшая миссия, по-моему, что можно поиграть в баскетбол. Так, Франклин. Франклин ведет. Вот, забивает еще один гол. 20.15. Есть. Так, я сейчас веду. Так, это наши ворота. То есть красные. Это зеленые. Это их. Я сейчас еще один. Есть. Еще один гол. Забиваю. Так, вы можете так же само перехватывать. То есть, смотрите, ребята. Если кто-то из них взял этот мяч, так вот просто подбежали к нему. А ну-ка, ну-ка, стоять. Вот, видите, я перехватил. И просто иду дальше. И все, и забиваю гол. Вот. Кто-то от меня уже тоже перехватил. То есть, уже там забили гол. Короче. 27.20. Иградовинки. Такая напряженная получилась у нас. Потому что отыгрывается. Еще 9. Ну, 3 гола еще. И они нас обгонят. Ничего себе. 29.22. Так, надо отыграться. Надо отыграться пока. Сейчас я еще проиграю из-за них. А ну-ка, ну-ка, ведем, ведем. Сейчас. Отыграемся. Есть. Так, кто-то из наших взял? Нет. Я сейчас вот здесь постою. Если что. Есть. Я перехватил мяч. И все. И забиваю я гол. Еще один. Так. 33.26. Я отсюда попробую попасть. Попал? Нет, ребята. Не попал. То есть. А нет, попал. То есть, сосчиталось все-таки. 33 было все-таки до этого. Да. Мод довольно-таки интересный. Вот видите. Тем, что можно играть с командой. Играть себе. С кингстерами этими. Конечно же, есть баги. Я надеюсь, разработчики этого мода его устранить. То, что как бы клонируются вот персонажи, которые за вас играют. Возможно, это плюс кому-то. Ну, в принципе, такое себе. Хотелось бы, чтобы все были разные. Не было там 5 штук Фрэнклина. Потому что смотрится так тебе. А так можно поиграть неплохо. А вот NPC сами они разные. То есть, видите, вот зеленые эти. Гру, стрит, фэмилис. Довольно-таки неплохо это выглядит. Я перехватил мяч. Подвигаюсь к воротам. И Франкин забивает еще один гол. Да, ребята. Так, ну что, пора отдохнуть немного. Хотя, хотя, давайте посмотрим, как они будут играть. То есть, я уже отыгрался немножко там. Да. Игра довольно-таки напряженная у нас получается. Сейчас уже 36. Так, сейчас попробуем. Я перехватил еще один мяч. И бросаю его отсюда. Да, куда-то я его бросил, короче. И мод, скорее всего, забагался. А нет, ребята, мы победили. Мы, на самом деле, мы победили с вами. То есть, видите, 46-36. Мы выиграли этот матч. Просто потом нажимаете F7 и Stop Now. То есть, остановить бой. Вернее, остановить эту игру. Ну и потом, когда захотите еще раз поиграть. То есть, еще один баг этого мода, такой небольшой. Когда вы, допустим, сейчас захотите поиграть. Давайте я сейчас попробую еще раз включить командный режим. Вот так вот. То есть, он уже не заработает корректно. То есть, надо будет перезайти в игру. И потом уже вот это самое. Запустить его еще раз. Ну, давайте под плей нажмем. Надеюсь, он заработает или нет. А нет, почти заработал. Ну, видите, вот этот баг, который... Вот они с поднятыми руками сейчас будут бегать все. Ах, хотя нет, хотя нет. Все нормально, ребята. Я ошибся. Наши только куда-то убежали. Где сейчас вернуться? Ну, нет, ребята, их нету. Ну, ладно. Все-таки придется перезаходить после того, как вы выиграли этот матч. Приходится перезаходить, потому что, видите, он работает немножко некорректно. Ну, и вот так вот можете себе играть с этим модом. Так, наши кто-то вернулись. То есть, уже нас... Нет, на самом деле они возвращаются. То есть, видите, вот иногда бывают такие баги небольшие. Это после того, как вы закончите игру. Тогда такой баг. Небольшой. Вот. А в целом работает все нормально. Конечно же, хотелось бы, чтобы все наши NPC, которые играют за нас, были немножко разные. Но так вот уж получается, что нельзя. Пока что. Надеюсь, разработчик этого мода его в скором времени пофиксит. Что ж, я пока что остановлю игру. Еще вам покажу, что, допустим, насчет этого кольца, который вы ставите отдельно. Допустим, вы такой приехали себе на автомобиле сюда и хотите здесь поставить кольцо, поиграть себе самостоятельно. Берете и всем нажимаете. Потом Коурс и ставите это кольцо, которое здесь у нас есть. Пусть мы поставим его себе вот. Вот сюда его себе поставим. Конечно же, вот так. Вот. Поставили. И я сейчас себе соло включу. Хотя нет, не соло. Сейчас включу себе один против одного. Поиграть с кем-то. И play now. Сейчас кто-то у нас там заспавнился. Это девушка. Ну что, поиграем на одно кольцо. Yes. Я забил. Гол. Еще один. Вот на самом деле, когда вы запускаете потом соло, то есть тот баг, который был до этого, 5 на 5 игроков, то есть он пропадает. Видите? Так себе, можете поиграть и соло с кем-то. Потренироваться геймстером. Так вот. Да, ребят. И вот так вот забиваем. Просто анимкой это нравится очень. Когда разгоняетесь вот так, смотрите. Ведете мячик. И просто вот так закидываете. Вернее, цепляетесь, когда за кольцо. Смотрите, вот. Вот эта вот анимация топовая. Просто вот эта вот. Да. Что ж, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, этот мод вам понравился. Внешне же, хотелось бы, чтобы Rockstar добавляли такие игры. Ну, в саму GTA-шку, чтобы не было скучно после прохождения миссии. Но благодаря модам, мы можем это сделать самостоятельно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok